Это история, которая случилась с нами ровно год назад, но только сейчас мы решили о ней рассказать. Это было наше недолгое путешествие автостопом по России. Правда, его можно назвать не столько путешествием, сколько вынужденной поездкой к родственникам в Ростовскую область, где нам нужно было решить вопросы по принадлежащему моим родителям дому, которые российское государство, как снег на голову, решило вдруг у нас отобрать. Несмотря на ситуацию между нашими странами, то и дело мелькающими сообщениями в СМИ и туристических пабликах о беспределе полиции и ФСБшников по отношению к путешественникам, да и вообще российском менталитете, мы все равно выдвинулись в путь, чтобы самим убедиться, правда это или нет. А заодно, если все получится, то продолжить свой путь дальше на юг, как всегда не имея четкого плана и направления. Последние теплые деньки и мы стараемся убежать от холода на юга. В этот раз набрали больше теплых вещей и надеемся, что наши спальники отработают так же, как хорошо, как они отработали до этого. Мы только недавно вернулись из Европутешествий, где проехали 12 стран. Окрыленные свободой и жаждой к путешествиям думали, что нас уже ничем не испугать и любая дорога нам по плечу. С нами была новая палатка, достаточный опыт жизни и выживания на улице, мы научились справляться со всеми невзгодами. Но это, как оказалось впоследствии, было только ошибочное мнение. Метро Бориспольская, отправная точка в сторону Борисполя, Днепропетровска, Харькова. 16.00, наше любимое время. Обычно в это время уже нужно куда-то добираться, а мы только выходим на позицию. Значит сейчас держим путь на Харьков. До Харькова далековато и если удачно словим машину, то будем к вечеру. Застопили машинку и едем до Лубны. Это не доезжая в Полтавы. Долго стояли, где-то полтора часа стояли на метро Бориспольской. Вот, остановилась машинка, везут нас в Лубны. 29.00 сентября 2018 года. Мы находимся сейчас в пригороде Харькова. Буквально до Харькова 10 километров осталось. Приехали где-то к часам к 9 на развилку, который поворот на Лубны. Уже собирались ставить палатку, я думаю, а поступим мы еще немножко. Буквально прошло минут 5, может быть 10 максимум. Останавливается фура. Водитель Владислав ехал фактически в Харьков 10 километров до Харькова. Переночевали в нашей новой палатке. Правда, мы уже ночевали в ней один раз, когда отыздравили. Ночь была не сильно прохладная. Хоть сейчас тут начинает уже как-то холодать, хмурится. Вот уже дома. Здесь вот сразу проходит трасса, которая на Киев. Кого-то тут похоронили и зацементировали. Костерчик. Подогрели на нем водичку. Запарили мивинку. Ну, все как положено. Лена сказала, что сегодня ночевала как первый раз после долгого периода. Не то, чтобы ночевала, а вообще ступила, вообще путешествовала. Я не верю, что я летом проехала 12 стран. Я не верю, что я и до этого еще ездила и в Карпаты, и в Турцию. Мне кажется, что вот первый раз, первый опыт. Почему-то, я не знаю, но почему-то все как в первый раз. Ну, будем собираться и в путь. Убираясь утром из места нашей ночевки, мы даже не подозревали, что следующий автостоп окажется последним из ряда хороших и быстрых автостопов. Последующие машины нам пришлось ждать очень долго. К тому же опять начался дождь. И к границе мы добрались только ближе к вечеру. Хотя стоит заметить, что прошли мы их довольно-таки быстро. Ну что, мы уже в Песачине. Подвез нас мужчина. Да, он работает в такси, но подвез нас бесплатно. Вот, а мы еще перепутали. Я ему говорю, что нам нужен Бердянск. Что-то переклинило. Бердянск перепутал с этим, Белгородом. И вот, давай показывать другой направлений. Он говорит, вам же вообще в другом, вам на Сиферопольскую трассу. А я думаю, а что нам на Сиферопольскую трассу? А мы такие ДРГ и садимся в машину грузимся. А он снова то же самое. Я говорю, ну сейчас я по карте гляну, открываем. Говорю, ой, Белгород. Говорю, так Белгород, а не Бердянск. Говорю, ой, извините, пролапшил. Сейчас будем выходить на окружную, которая ведет на Белгород. И будем пробовать уже туда ловить. Надо будет нам уже табличку стирать. Потому что нам уже нужно указать Белгород. Харьков нам уже не нужен. Все, до встречи. 30 сентября 2018 года. Мы сейчас находимся в России, недалеко от города Белгород. На улице Мороз. Ночевали сегодня в этом месте. Тут небольшая посадка, куча клещей, несмотря на то, что уже почти октябрь. Лене было холодно, она замерзла. И наши спальники типа минус 12. Ничего не греют. Ну вы же, конечно, знаете, что не спальник греет, а человеческое тело. Это говорит о том, что Лена холодный человек. Она даже не может себя согреть. Я еду путешествовать теперь только в теплое время года. Или в теплые страны. Но это говорит о том, что все, Лена сдалась. Нет, это говорит о том, что не хочу я мерзнуть, не хочу я дрожать, как осиновый лист на ветру. На самом деле очень некомфортно. Спать холодно. Выходить мыться на улицу холодно. Переодеваться холодно. Стопить холодно. Все холодно. Летом было так здорово. Тепленькая красота. Вчера еще и дождь. Как пошел, целый день моросил дождь. Всю ночь дождь шел. Мы пришли вот в Меддене. Вот сейчас сушим палатку. Тент от нее. Потому что вся в воде, вся мокрая. Что-то надо сейчас собирать уже все вещи. Пока мы гуляли по Европам, сбросил я 22 килограмма. А пока сидели в Киеве месяц, набрал 5. Потому что дома сидишь, рядом холодильник, рядом магаз. То пиво захотелось, то орешек. Сбегал, купил, пожирнел. Как мы уже заметили, в России автостоп не очень. Хотят за деньги. Вчера мы пока стопили. Да, останавливаются, хотят за деньги. Ну, спрашивают, денег заплатите, подвезем. Без денег не хотят. Нам еще нужно почти тысячу километров проехать. Вчера целый день дождь. И было очень, конечно, некомфортно. Все мокрые. Ноги вон у меня мокрые. Штаны были тоже мокрые. За ночь все не высохло. Вот сейчас все на нас будет высыхать. Очень много клещей, как я сказал. Будем отсюда убегать сейчас. Кушаем и убегаем. Российский автостоп. В принципе, он не хуже и не лучше, чем в других странах. Однако здесь есть нюанс. Остановившись машину, вы обязательно должны предупредить, что хотите поехать бесплатно. Потому что на вытянутый палец останавливаются не только добрые машины, а и те, кто хотят с вас денег. Но все равно добрые машины есть, останавливаются, подвозят. Вот так и мы нашли свою добрую машинку, которая отвезла нас на край Белгорода к торговым центрам, где мы умылись, зарядились и продолжили свой путь. Поскольку эти области граничат с Украиной, то наш украинский акцент никого сильно не удивил. Ну что, друзья, 1 октября еще один осенний месяц настал. Мы находимся сейчас недалеко от Воронежа. Белгорода подвез мужчинка. Такой позитивный, хотя говорит, я не добрый человек, я злой человек. Критерием того, что он остановился, это было то, что мы выставили рюкзаки. Он говорит, я никогда не подбираю людей, но увидел, что вы стоите с рюкзаками. Говорит, а я очень люблю путешествовать, но не получается. И вот остановился и, говорит, вас подвезу. Ночь сегодня тоже была прохладная. Я как раз нахожусь, наверное, на том уровне комфорта, когда уже ниже мне будет дискомфортно. Лена опять у нас мерзла. Она опять у нас кушает. Андрей свою еду за секунду съедает, потом берет камеру и начинает снимать. Я, естественно, в это время еще продолжаю кушать. И у нас в каждом ролике Андрей разговаривает на камеру, а Лена стоит что-то ест. В отличие от Норвегии и нашего Евротрипа, костерчики вот разжигаем, палим. Водичка быстрее закипает. Пока экономим бензин, потому что мы его с собой взяли не очень много. Стоим вот в таком вот поле. Это дубовая роща, которая вот два поля разъединяет. Там дальше подсолнухи. Вчера тут комбайн ездил, что-то собирал. Ну, наверное, подсолнухи или просто стеснул. Вот наша палаточка стоит. Вон трактор какой-то едет. Вон ездят машины, нам туда. Покидаем нашу стоянку недалеко от Воронежа. Продолжаем движение дальше. Я говорю, что желуди с деревьев падали, барабанили по палатке. Да, мы думали, кто это падает на палатку. Вчера до ночи работал комбайн. Город называется Новый Оскол. Вот, мы сейчас за ним находимся. До Воронежа сто с чем-то километров. Очень много останавливается людей. И желающих тебя подвезти за деньги. Причем очень обижаются, что ты стоял пальцем вверх. И не можешь подкинуть пару сотен на проезд. Суперское настроение. Особенно, когда выходит солнышко, согреваешься. Вообще отлично. В общем, все у нас отлично. Идем на позицию. И куда это нас занесло? Ветер такой. 15 градусов, хотя солнышко светит. Село Советское, где мы оказались. И, как я правильно заметил, куда это нас занесло. Оказалось, именно тем самым местом, которое напрочь перечеркнуло все то хорошее, что было в этом путешествии. И до конца этого трипа оставило негативное впечатление о всей поездке. А все произошло из-за того, что мы увидели вдалеке заправку, которой направились по обочине дороги. И не заметили, что напротив нее стояла патрульная машина полиции. Оказывается, мы нарушали правила, идя по обочине, а не по проезжей части навстречу движению. Мы и подумать не могли, что путь заправки в каком-то забитом селе доставит нам часы неприятного общения с полицией, выпиской штрафов тысячу рублей и полностью испорченного настроения. Полицейские не захотели нас отпустить с миром, выписали нам протоколы, подтвердив тем самым все то, что про них писали в сети. Однако они сделали поблажку, остановили рейсовый автобус и попросили водителя подвезти нас к ближайшему городу на автостанцию. Но у нас было настолько испорченное настроение, что даже эта поблажка не порадовала нас. Привет, друзья, мы сейчас где-то в Воронежской области, рядом с трассой, которая называется Дон, и нам нужно ехать в сторону Ростова, но сегодня дождь, и, наверное, мы будем сидеть в палатке. А еще у нас вот такие вот друзья здесь ползают. Кругом и здесь, и вон там наверху, и вон там он видно ползет. Гляди, какой громадный, Лена, прямо на тенте, вон он. Путешествовать с палаткой это подвиг, это реально подвиг. Давай убивай того, или он уже уполз? Куда-то уполз уже, наверное. Правильно, в них ботинок. Да. Надо было его убить. Надо было. В общем, готовим себе мивинку под дождем. Если дождь прекратится, пойдем, нам еще пару километров нужно до этой трассы дойти, обойти пост ДПС, потому что ДПСники с нас три шкуры снимают. А вон он, выпал, твой любимец. Он не мой любимец, убивай его. Да, толк их убивать, и тут целая гора. Ну что, будем сидеть, пережидать. И угонять депрессию, которая напала из-за... Из-за чего? Чтобы не ругаться. Из-за... Которые выписали нам штраф. Ни за что. Просто ни за что. Ну, это да. Ну, такая вот она, Россия. Но сегодня хоть тепленько было спать. Ой, спать сегодня было даже жарко. Мы соединили спальники. Андрей мне сладко храпел на ушку. А если бы ты знал, как ты храпишь? Я еще думал, как бы мне... Ну, это уже ладно. Зато спать было тепло, даже жарко. Я периодически говорила, Андрей, убери от меня руку, а то жарко. Ой, аж слюди декут. 2 октября 2018 года. Мы находимся в Воронежской области. Ночевали здесь вот недалеко от какой-то речки. Тут такая болотистая, видать, местность, но тут сухо. Трава была по колено, пришлось ее примять. За это мы ее просим прощения. Здесь, как и везде, где мы ехали по России, кругом клещи. Неимоверное количество, мы их уже тут поубивали. Мы собираемся, погода пасмурная, то дождь льет, то не льет. Уже раза три за этот день был. Мы думали, что вообще в палатке будем пережидать. Но вот сейчас он закончился и будем выдвигаться. Выходить на трассу и уже ехать в сторону Ростова. Очень бы хотелось сегодня туда попасть. Нужно выходить огородами, чтобы обойти полицейский кордон. Доблестных полицейских, которые следят за порядком, чтобы, не дай бог, пешеход не шел по путному пути, по обочине, по земле, где мы шли. Собственно, мы по самой дороге даже не шли. Но они бдят, поэтому надо обходить их стороной. Андрей очень хорошо выполняет функции батареи. Я вообще предлагаю на зиму в квартире отключить отопление. Зачем оно надо? Платить лишние деньги, когда Андрей как батарея хорошо греет. Кстати, когда я покупал спальники с возможностью их соединять, Лена сказала, зачем ты? Мы их никогда соединять не будем. Нет, я говорила, что мне не нравится соединять, потому что лишний раз кто-то кому-то может мешать. Лучше, когда по отдельности. Но если вопрос стоит мерзнуть или все-таки спать в тепле, то, естественно, лучше спать в тепле и соединенных спальников. Ну все, мы выдвигаемся. Палатку пришлось сложить мокрую. Тоже как информация общая. Дождь то есть, то нет. Начали складывать палатку, пошел ливень. Пришлось ее мокрую засунуть в рюкзак. При этом сейчас дождь уже закончился. Значит, мы вот там вот в тех камышах ночевали. Вот река. Конечно, можно было бы рыбку попробовать половить. Самое интересное, что по карте здесь обозначен мост. Но моста нет. Нам сказали, чуть левее мост пешеходный. Сейчас мы туда направляемся. И когда мы были на автостанции, нам тут сказали, что менты тут плохие и люди тут плохие. А бабушка предупредила, что лучше в селе вечером не ходить. Можно напороться на нехороших людей. Наверное, хорошо карасик ловится, карпик. Щучка может хватать. А вот здесь, в этом месте я сегодня мылся. Водичка холодная. Ну что делать? Ковшик достал, полностью разделся. Помылся с мылом, с мочалочкой. Сейчас нужно нам вернуться, обойти вот эти камыши и в сторону, наверное, от того леса. Там будет проход через реку. Выберемся в соседнее село. И из этого соседнего села есть дорожка к трассе М4 в обход поста ДПС. Будем стопить прямо на автобане этом, на трассе Дон. Вроде бы там всегда автостоп был хорошим. Еще к одной мысли мы пришли с Леной, что, приехав в 12 стран в Европе, фактически каждый город нам казался, ну как будто мы не выезжали с Украины, как будто это какое-то такое родное место. Россия же двоякое впечатление. Мы находимся не в том месте, не в том месте, где хотелось бы остаться. Вот знаете, какая-то тревога, какая-то вот, не знаю. Просто вот такое ощущение какое-то не своего места. Вот он, этот железный мостик. Осторожно, тут нет последней ступеньки. Камешек. Пробираемся по бескрайним полям Воронежской области. Трасса М4, на которую нам нужно выбраться. Едут фуры. Вон там, где вот та стоит беленькая, там пост ГАИ. Вот его мы и обходим. Получается, нам нужно обойти было 6 километров. Вон там вот виднеется мост. Мы оттуда приехали. Вот так вот прошли полностью все село. Обошли его. Теперь вот по полю обходим. И нам нужно вот, там есть автозаправка. С обратной стороны ее нету. Но мы, наверное, будем на самой трассе вступить. Ну, естественно, обочины, как и у нас. Полны мусора. Там вообще свалку сделали. Ты сюда подойди. Да, ее здесь везде. То есть вот люди. Вон там вот если поглядеть, вообще мусоросвалку сделали. Так вот засоряют природу. Километров 6, наверное, нам нужно будет пройти. Летящей походкой. Ты вышла из мая. Идем мы по полю. Да. Надеемся, что сегодня сможем заступить в сторону Ростова. А если нет, то мы на всех обиделись. Поедем на автобусе и больше в Россию ни на гой. Выйдя на трассу Дон и постояв около получаса, нам остановился чеченец, который ехал в сторону Грозного. Эх, если бы мы не ехали к своим родственникам, то поехали бы с ним до самого Беслана, а там бы свернули в Грузию. Но для нас это и так была удача, потому что с самого Богучара мы доехали до Ростова. А там уже было рукой подать до городка, где жили наши родственники, где нас ждал кот, собака и куча пчел. Надели защиту, идем пчелам доить мед. Доить? А как? Доить! Пчел доить. Так, страшно. Вот такие вот рамки достаем. А вот пчелки. Страшно. Эх, вдруг укусит. На, аккуратно бери. Это рамка с медом. Их медно. Ага, эту просто ставим в ящик. О-о-о, красота. Вот тут уже мед. Хорошие мои, будьте добрыми и ласковыми. Не кусайте. А-а-а, на руку мне села, но вроде не укусила. Ты сильнее носи, не обращайся. Да-да, я же стараюсь не сделать им плохо, чтобы они меня не кусили. Ох, тут много меда. Вот так опасная эта работа. У пчел забирать мед. Все, надо бежать. О-о-о, где ты покусана? Вот я здесь. Собирали игрушки. Сейчас я руки помою, буду доставать. Укусила пчела. Ну, вон, жало торчит. Блин, пчела, ай, укусила. Тебе достать? Или ты сама достанешь? А ты сам достанешь? Да ты сама достанешь. Ну, у меня ногтей нет, я ногти обрезаю. Да, она так вытягивается. Просто берешь и снимаешь как-то. Ну, уже покраснение. Да, уже опухлость. Можешь, что такое быть, красавицы? Не, 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 просто пальцем. Да, вот так, и все. Острая такое, это, типа, как иголка. Едем на рыбалку. С Мариком. Да, Марик, едешь на рыбалку? Лёв хороший, но мелочи. Мелочи. Но зато клюет, как бешеная. Всем привет. Сегодня второй день рыбалки. Сейчас утро. Очень красивая на улице погодка. Потрясающее. Туман какой сильный. Вот мы приехали. Мариманчик с нами тоже. Андрей готовит снасти. Петухи кукарекают. Романтика. 29 октября. 29 октября. Да. Сегодня понедельник, 2018 год. Мы покидаем усадьбу нашего дяди, где мы провели фактически месяц. На улице чудесная погода. Хорошо. Выдвигаемся сейчас в сторону трассы, которая будет везти на Новошахтинск. Будем добираться примерно тем же самым маршрутом, что мы ехали сюда. Единственное, что, скорее всего, что мы поедем по трассе М4. Да, счастливо! За это короткое время уже немножко успели познакомиться с местными жителями, с местными собаками. Побыли мы здесь месяц. Впечатления о российской глубинке и о России в целом у нас неоднозначные. Люди хорошие, все хорошо. В целом, все хорошо. Но если касаться политики, то все плохо. Но если касаться политики, то все плохо. Все очень плохо. Поэтому темы политики мы будем избегать, как в наших видеоблогах, так и вообще по жизни. Каждый остается при своем мнении. Поэтому остаемся при том, при чем мы были. Соскучились мы немножко по рюкзакам, по этой кочевной жизни. Хочется уже в палатке переночевать. Да, будем надеяться, что не будет так холодно. Хотя ночь уже холодная, все-таки уже скоро. Главное, чтобы дождя не было. Самый дискомфорт, это когда мокро, когда капает, когда все мокрое вокруг. Палатку ставишь, она тоже мокрая. Думаешь, как бы там не затекло, не протекло. А то, что холодно, Андрей с батареей функции хорошо справляется. Я за это не переживаю. Спальники соединим и будем спать. Будем согревать, как можем. Ну все, идем в сторону трассы Новошахтинск. Ну что, мы уже в Новошахтинске. Простояли буквально, ну не знаю сколько, минут 10, да, даже немного. Не, минут 15. Ну может 15. Остановился парень, сам он с Новосиба, ходил по Алтаю. Ну, человек в нашей теме. Подвез нас до Новошахтинска. По нашим меркам совсем небольшой городок, но по их меркам нормально. Погода суперская, я уже говорила, тепленько, комфортно, вообще супер. 30 октября 2018 года. На дворе настоящая осень, холодно, сыро, туман, морось. И мы находимся сейчас возле города Алексеевка. Сюда мы доехали прямо из города Шахты. На фуре нас подвез Толик. Он сказал, что едет до Алексеевки. Я вначале подумал, что это, посмотрел по карте Алексеевка, которая недалеко от Белгорода. Но оказалось, есть вторая Алексеевка. Она тоже в направлении Белгорода, но это немножко дальше. Спали мы в спаренных спальниках. Было тепло. Решили, что не будем их уже по отдельности складывать, компрессировать. Лена просто их засунула себе, уже собранные в рюкзак. Даже не позавтракав, сейчас будем пробовать стопить. Наша цель сегодня добраться до Белгорода и даже пройти границу. Это было бы очень хорошо. В принципе, это как бы вполне возможно. 180 километров до Белгорода, еще 30 километров до КПП с Украиной. Все мокрое у нас. Добирались вчера ночью по мокрой вот этой траве. Я, наверное, пойду в кроксах. Штаны тоже мокрые. Надел я мембранные штаны. Трава все еще такая сырая. Просто такая какая-то осенняя хандра небольшая, да? Вообще нет, отличное настроение. У Лены отличное настроение. У меня тоже нормальное настроение. Не поехали мы в Турцию теплую. Ну, нам нужно было где-то месяц до ноября перекантоваться. Отлично провели месяц. У дяди в деревне кур кормили. У пчел мед отбирали. Пчелы нас кусали, меня. Если быть точнее. Грушки собирали. Яблочки, виноград. Я впервые виноградный сок чистейший попробовала. Настоящий. Вот сорванная громко. А вот яблочный. И яблочный, и грушевый тоже мы сок попробовали. Тоже впервые. Собаки, коты, солнце. Вообще была потрясающая погодка. На улице было очень приятно листву собирать, габлями грибстей. Так что отлично. Покидаем место нашей стоянки под городом Алексеевка. Холод стоит. Такой уже осенний. Мы пробираемся к месту стопа. Мы уже в Белгороде. Сейчас находимся на дороге, которая идет в сторону КПП, в сторону Харькова. Простояли тут на позиции. Где-то полчаса машины не останавливаются. По самому Белгороду тоже сделали сити-стоп. Долго стояли. Пока парень нас наблюдал, 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 наблюдал. Подошел, говорит, вижу, вы долго стоите, куда вы едете. Говорю, в сторону Харькова. Говорит, ну я вас вывезу поближе. Вот он нас вывез. С самой Алексеевки вначале нас подобрала «Шигули». Провезла совсем немного. Может быть километра 3-4, может 5. До следующего поворота к селу. Там остановилась машина и подвезла нас до самого нового «Оскола». Самая комфортная езда была, потому что машина была длинная. Вагон, универсал. Багажник был пустой. Багажник в заказ спокойно поместились. И приехали мы в Новый Оскол. Но в «Осколе» постояли где-то всего лишь минут 10-15. Подъехала машина, семейная пара. Они потом нам сказали, что не видели нас, как мы стопили возле того второго села. Но они были полные. На предыдущей стоянке, где мы стопили, они говорят, мы вас не могли подобрать, мы были загружены. Я говорю, вот это судьба. Мы, получается, чуть-чуть проехали, а они за это время выгрузили машину и подобрали нас. Все равно, получается. Да, и вот теперь мы уже в Белгороде. Фактически рядом с границей не можем доехать до этой КПП. Программа выполнена, мы в Белгороде. Я хотел, чтобы мы оказались в Белгороде, как минимум. Ну и пройти границу как максимум. С 31 октября 2018 года мы уже в Украине. Нас подобрал парень Хатабыч. Позитивный человек довез нас до Малиновки, а это 8 километров до пропускного пункта. И мы 8 километров шли пешком по темноте. Никаких штрафов с нас не брали. Ну, имеется в виду, мы же попали под протоколы полиции. Нас типа оштрафовали по 500 рублей. Как всегда ползают наши друзья-товарищи. Клещи. Вот один. По сумке, которая вот за сеткой там где-то второй в нее залез. Сейчас будем вытягивать. Наши друзья в сборе. Правда, Лена говорит, это не ее друзья. Но кусали, они ее три раза. И ты их в друзья приписал, да? И я приписал в друзья. О, вон второй друг вылез. Он ползет. Он ползет, поэтому... Вот он первый друг. А вон по сумке ползет второй друг. На крыше третий. Он там на тенте четвертый. Ну что, вот мы собрались. Покидаем нашу стоянку. На улице холодно. Мы уже на окружной Харькова. Сейчас будем выдвигаться в сторону авторынка Лоск. Город Песачин. Поселок Песачин. И дальше будем двигать уже на Киев. Сейчас нам нужно найти место. Водитель, который нас довез, он поехал сюда направо. На Писаревку. А нам нужно прямо. В общем, украинский автостоп один из самых лучших. Хотя у нас с украинским автостопом был и не очень хороший опыт. Это когда мы стояли на границе с Белоруссией. Мы простояли под дождем 4 часа и никто не остановился. Ну была темная ночь. Я думаю, из-за того, что было тепло, это очень сильно влияет. Нас хорошо не видно. И люди лишний раз могут и не остановиться. Мы уже в поселке Песачин. Это то, что за Харьковом. Вот проходит трасса. Она идет на Полтаву, на Киев. Пытаемся найти место, где можно было нормально стопить. Где-то километр назад попытались. Там был небольшой такой карманчик, но что-то глухо. Очень быстро темнеет. Хотелось бы сегодня еще куда-нибудь доехать. Попытаемся. В принципе, автостоп в Украине хороший. Хотя в предыдущий раз я его немножко сглазил. Мы где-то час простояли, чтобы доехать до авторынка Лоск Харьковского. Но ничего, все равно доехали. Так что все нормально. Рассказывай, как ты добрался с Харькова? Отлично добрался. На фури. На двух горах. Сначала на одной, потом на второй. Фуры сами не останавливались. Было уже темно на улице. Хотя по времени было не так поздно. Пять часов. Пришлось подходить к тем фурам, которые останавливаются. Или в магазин ходить, или там что-то починить. И я одну фуру спросила. Дядечка сказал, куда не едет. Вторую спросила, тоже не едет. А третья парень сказал, едет до Полтавы. И можно нас туда снова забрать. Мы доехали до Полтавы. А потом стали стопить снова. И другую фуру уже застопил Андрей, тоже спрашивая. Выходили в Уфу. Спрашивали те, которые останавливались в магазин. Сходить там в ресторан, чай, кофе. Ну, такой не ресторан, кафешка. И Андрей спросил у дядечки, если можно с вами поехать. Такие. Дядечка разрешил отход в жопки. Но сейчас очень рано, метро еще не работает. Поэтому сидим, ждем, когда метро откроется. Скоро будем дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok